Рабочий цех, общежитие, удержание в доход государства. Здесь будут жить и трудиться на пользу общества, осужденные за преступления легкой и средней тяжести, за которые положено наказание в виде принудительных работ. У нас люди направлены на исправительные работы, поэтому они трудятся как обычные рабочие и получают такую же зарплату. И проживание, которое мы им обеспечиваем, они оплачивают. В поселке Чесцы состоялось открытие первого в Московской области участка при исправительном центре на базе имущественного комплекса предприятия «Старт». Участок рассчитан на 50 человек, но в будущем планируется расширение. Такое учреждение открыли мы сегодня здесь, в Чесцах, в Одинцовском городском округе. Здесь планируется трудоустроить до 150 человек. Все это наши жители, жители Московской области. Они будут жить в достаточно комфортных условиях, мы в этом смогли убедиться. Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет. В центре осужденные находятся под постоянным контролем сотрудников уголовной исполнительной системы. Покидать пределы учреждения можно только с разрешения администрации. С точки зрения надзорного органа, это положительно тем, что попадая после отбытия наказания сначала в условия, в которых это лицо может достаточно в свободном режиме трудиться, привыкать к возвращению к нормальной жизнедеятельности, конечно, это будет способствовать более качественной ресоциализации. Мы прогнозируем, что это должно повлиять положительным образом на профилактику рецидивной преступности, на более качественный выход лица из тех некомфортных условий, в которых он находится в условиях лишения свободы. По замыслу исправительные центры готовят оступившихся граждан к правопослушной жизни на свободе. По словам уполномоченной по правам человека в Московской области, в подобные учреждения могут быть разных сфер деятельности. Чтобы таких производств было как можно больше. И совершенно не обязательно, чтобы это было швейное производство. Это могут быть производства в различных отраслях. Это сельхоз, это направления, это малые промышленные предприятия, это вплоть до того, что могут быть и складские комплексы какие-то логистические, равно как и транспорт, дорожное строительство и обычное строительство, где уже в принципе принято, так скажем, нанимать иностранную рабочую силу. Но у нас есть свои жители, и свои жители должны быть обеспечены в первую очередь с работой. А уж тем более в качестве исправительных работ, я думаю, что это будет замечательно для всех. Мария Шматкова, Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».